Приближается Новый год, а значит пора подводить итоги прошедшего 2022. Он стал годом сохранения культурного наследия и с его начала в Иркутской области прошло около 300 крупных мероприятий на сотне площадок, которые посетили 2 миллиона человек. При этом на 2023 при Байкалье уже немало планов. Но для их успеха нужно проработать не только с творчеством, но и со стройматериалами и техникой. Какие культурные объекты региона собрались обновить, знает Дарья Ивазова. Это резное окошко, часть декораций к новогоднему спектаклю в Иркутском музыкальном театре. Их крепят к специальному оборудованию – штанкетам. Огромный механизм под потолком служит театру больше 30 лет и постепенно начал выходить из строя. 10 из 42 штанкетов уже не работают, а оставшиеся со временем стали выдерживать меньший вес. Поэтому сценическое оборудование нуждается в замене. Мы лишены очень многих, с нашим устаревшим оборудованием, очень многих зрелищных эффектов, которые могли бы мы делать. Допустим, даже элементарно, например, сказка. И какой-то, допустим, режиссер придумывает какой-то полет, например, героя над сценой. То есть это же интересно детям особенно, им нравятся такие все вещи. А у нас это все в нерабочем состоянии. Поэтому режиссерам приходится откладывать задумки до лучших времен. Но они наступят уже в следующем году. Театр получит 255 миллионов рублей из областного бюджета на замену сценического оборудования. Сейчас идет конкурс на определение подрядчика. Но предполагается, что уже осенью под потолком театра появится новый механизм. Кстати, обновление в следующем году ждет не только этот объект. Театры по всей Иркутской области ждут ремонтов и новые техники. Вот со следующего года мы из федерального бюджета получим финансирование на капитальный ремонт Черемховского драматического театра. Это более 42 миллионов рублей будет профинансировано. А также мы получим более 20 миллионов на оборудование для трех театров. Это драматический театр имени Ахлопкова. Это театр пилигримы. И Иркутский театр народной драмы. Также уже в следующем году в Прибайкалье собираются открыть сразу семь модульных библиотек и шесть детских студий для творчества. А также отремонтировать 38 домов культуры и два музея. На некоторых объектах работы уже начались. А за этим забором восстанавливают здание бывшего кинотеатра «Марат», которое пустует уже около 20 лет. Но уже в следующем году оно снова станет центром притяжения для жителей Правобережного округа. Ведь здесь появится культурно-досуговый центр. Работы планируют завершить в 2023 году. При этом сохранится исторический облик здания. Со всеми скульптурами и архитектурными элементами. Так как его фасад является объектом культурного наследия. Поэтому в следующем году жители Прибайкалья получат полсотни обновленных культурных объектов. Дарья Эйвазова, Василий Заботский. Новости по будням.